Прямо передо мной стоит рейндж-ровер нового пятого поколения Но обещают, что это будет какой-то космос Честный, V8 с отличной динамикой, разгон до сотни, пять секунд Всем привет! С вами Блок Авто МПС, меня зовут Игорь Сирин И я сижу в салоне крутейшего рейндж-ровера Это машина SV Autobiography Dynamics С компрессорным пятилитровым мотором Больше 500 лошадиных сил, роскошнейшая отделка Одни вот эти персональные подлокотники Чего стоят? Но все это уже превратилось в абсолютное ничто Потому что прямо передо мной стоит рейндж-ровер нового пятого поколения И я иду к нему, чтобы с ним поближе познакомиться Спереди может показаться, что новый рейндж-ровер это старый рейндж-ровер Но это совсем не так Иная радиаторная решетка Новые фары, внутри каждой из которых теперь миллион двести зеркал Они поворачиваются на маленькие-маленькие уголки И их задача сделать освещение ночью как днем Но обещают, что это будет какой-то космос Прокатимся, посмотрим Пока сложно об этом говорить И конечно же здесь совершенно новая структура кузова Она на 80% состоит из алюминия А на 20% состоит из высоколигированных стали Для того, чтобы кузов был еще и максимально жестким Максимально прочным И в перспективе этот рейндж-ровер может быть полностью электрическим Пока такого, к счастью, нет Пока под капотом традиционный ДВС Но в перспективе будет электричка Линейка моторов совершенно новая Я думаю, что акцент будет конкретно на дизелях Это рядные шестерки, трехлитровый Ingenium Есть версия 249 лошадиных сил Для тех, кто хочет сэкономить на транспортном налоге Или конкретно этот автомобиль 350 лошадиных сил Мотор по сути один и тот же 600 либо 700 ньютон-метров крутящего момента А вот и тот самый мотор Который пришел на смену легендарному 5-литровому компрессорному V8 Тут эмблемка Land Rover Но не верьте своим глазам Это BMW-шный мотор M63 4.4 Biturbo Все, как мы лично не очень любим Потому что мотор прославился далеко не идеальной надежностью А Land Rover специально под себя Сделал иную форму поддона картера Для того, чтобы машина могла взбираться на большие уклоны И выдерживать поперечный крен Там добавили ребер, чтобы масло не отливалось И кроме того, переделана форма воздухозаборников Чтобы Range Rover мог преодолевать брод глубиной до 90 сантиметров А по сути своей BMW Плоть от плоть британцы прикинули Посчитали, что разрабатывать собственный V8 Это, наверное, слишком дорого Это топовый мотор 530 лошадиных сил А на многих других рынках есть гибридная версия Но нам с вами гибрид не нужен Я думаю, что многие покупатели Range Rover голосуют за то Чтобы нефть была максимально дорогой Чтобы сжигали ее максимально много Поэтому честный V8 С отличной динамикой Разгон до сотни 5 секунд А теперь задняя часть автомобиля И она действительно крутая Вы никогда не догадаетесь Но вот здесь вот прячутся бегущие динамические поворотники Задние фонари вот такие максимально узкие Очень яркие, очень красиво нарисованы И, конечно же, привет Toyota Land Cruiser 300 Это не просто откидная полочка Она всегда была у Range Rover И в отличие от Toyota британцев Все-таки консерватора Они все это сохранили И приумножили Подушечки И Оп Все, она вот так фиксируется Эта спинка У нее есть специальные упоры Вот тут есть специальные такие подушечки И Рыбку ловить Или что вы там собрали сделать Сидение как бы двухместное Но при этом рассчитано оно на 300 килограмм И Ну, таких как я Надо как минимум четверо И я боюсь, что она выдержит Собственно, такая полочка Она была же у многих Но Мне кажется Land Rover первый Кто додумался сделать Вот такую спинку И вот так вот она Складывается И Вот здесь вот сзади Огромная ниша Для Полноразмерного Запасного колеса Это машина европейская Поэтому это просто ниша Для вещей И вон там есть компрессор И баллончик со спреем Это полочка Которая разделяет багажник И тут есть еще дополнительно Вот такие вот резиночки Можно подвинуть Что-то вы сюда поставили Зафиксировали И здесь как раз Снова доступ К запасному колесу И Собственно Полноразмерная Запаска Сюда точно войдет То есть тут Много места А теперь Совсем Невероятная история Вы вдруг забыли Что у вашего Рейндж-Родера Есть электропривод Крышки багажника И поэтому Закрыли его Руками Вот так вот Раз Что Что делать дальше Конечно Можно обратно Открыть Нажать Кнопочки И так далее Все просто Одно нажатие Магия А это Рейндж-Ровер В исполнении Лонг Как и раньше Колесная база Больше на 20 сантиметров И Место С большим запасом Очень много Для ног Это исполнение Аутобиографии Но не СВ Поэтому Оттаманки Нет А она Могла бы быть Между мной И соседним Пассажиром Обыкновенное Традиционное Нормальное Сидение Ну почти Даже подлокотник С электроприводом Но В теории Здесь сзади Можно сидеть Втроем А кроме того Теперь Рейндж-Ровер Может быть Семиместным Если взять машину Именно в исполнении Лонг Это впервые Кстати В истории Рейндж-Ровера То Багажники Может быть Еще пара Взрослых Нормальных Сидений Минимальные Какие-то настройки Они доступны Вот здесь Вот На двери Но Все остальные Нюансы Они Разумеется Через Сенсорный Экранчик Есть массаж Есть Регулировка И здесь Есть Свой собственный Подстаканничек С электроприводом Мне кажется Даже владелец Рейндж-Ровера Мог бы Сделать Это Своими Руками Но Так Тоже Неплохо Ну Наверное Самое Простое Что можно Сделать Наклонить И Автоматически Переднее сидение Поехало Вперед А я Принимаю Ну окей Не горизонтальную Посадку Ну вот такую Расслабленную Все Дальше Оно уже Не откинется Например В новом Lexus LX В исполнении VIP Посадка Еще Мелкие детали Скорости Рулевая Панель Ничего Он просто Невозможен Все спрятаны Собственно Возможности Именно отделки Салона Их какое-то Невероятное Количество Первое Время На выбор Будет Только Бензиновый Мотор Либо Дизель 350 Лошадиных Сил Более Разумный Вариант 249 Появится Чуть Позже И Также В течение 22 Года Обещают Что Приедут Электроприводы Дверей Да Друзья И Самый Главный Вопрос Этот Год Оказался Богатым На Новинки В таком Тяжелом Люксе В начале Года GM Показал Cadillac Escalade Потом Toyota Показал Land Cruiser 300 И Lexus LX И Сейчас Range Rover Что Из этих Трех Автомобилей Пусть Виртуально Выбираете Вы Автомобиль С лонжеронной Рамой И с балкой Моста Как у Toyota И Lexus Автомобиль С лонжеронной Рамой Но с Независимыми Подвесками Как Chevrolet Tahoe И Cadillac Escalade Либо Автомобиль Который Давно Растался С рамой И обладает Несущим Кузовом Обладает Пневмоподвеской Которая В верхнем Положении Поднимается До 29 Сантиметров И Range Rover Обещает Что будет Еще и Расширенный Режим То есть В самом Верхнем Положении Клиренс Этого Роскошнейшего Автомобиля Состоит 35 Сантиметров Я не знаю Зачем Владельцам Range Rover Это нужно Ну Может быть Разве Чтобы показать Пацанам У кого Больше И в этом Смысле Range Rover Обещает Быть Самым Крутым Да и Наверное Подделки Салона Он тоже Ну По меньшей Мере Не уступает Своим Прямым Конкурентам Напишите Пожалуйста В комментариях Какой из этих Автомобилей Выбрали бы Вы Будь у вас В кармане 10 Плюс Миллионов Рублей Обещается Что В Америке Самая Дешевая Версия Range Rover Будет стоить 105 Тысяч Долларов Топовые Автомобили Переваливают За 150 Тысяч Долларов Ну то есть За 10 Миллионов Рублей Но я боюсь Что у нас Эти машины Будут Заметно Дороже С вами был Блог Авто Мпс Редактор субтитров Корректор А.Кулакова